У меня в своей работе вопрос о воспитании и образовании гражданина будущей России. Таким образом, подчеркивается, что это наш общий крест. Долг всех русских, живущих в Отечестве, заключен. Глобализация делает границы прозрачными. Но смещение религии и народов не происходит. Что Господь разделил, что человеку по своей воле не соединился. Стоишь общего между светами тьмой. За своим дыханием весь мир пресчет, честно кончится борьба за нового русского. Ведь широка натура нашего народа. Амфрициза характера колеблется Пушкинского-Лемского и его плодами немецких ученых. Пушкинский, вольнолюбивый, мечтаний до Блоковского и Киан, распорственных и жалобами немецких ученых. Кто вывели в тубе в вашей племя малой незнакомой? Святых подвижников, строителей и защитников России? Или градущего в Северном Калхаме? Исход этой гигантской бельки за будущее России и акцемира, как называет ее биополитика, зависит от того, что завоюли в сердцах и угли молодого поколения россиян. Мой богатый жизненный опыт позволяет сравнить русскую и зарубежную образовательные модели, а также сделать выводы и прогнозы о ходе реформирования духовной и светской системы российского образования. Подвольте хотя бы кратко поделиться моими соображениями с вами, уважаемые товарищи. После своей глубоковерующей семьи первые уроки воспитания и образования я получила в Северской гигназии. Там, в гигназии, мы изучали не только обязательные предметы по программе, но и язык, культуру, историю, братской страны, дарши, приют, наши родители и нам. Затем я училась и закончила в Мариинске Зонской институт благородный девиз. Не ушли в филиал знаменитого Смольного института. Его вывезли вместе с преподавательским составом и всем имуществом из Новочеркасска в Сербию. Беженцы из России унесли собой в рассеянии богатый педагогический опыт царской школы. В институте мы жили на полном консионе и ходили в единой форменной одежде. Помимо служившейся еще народничью учебных программ, в институте преподавался эрский язык и культура. Это было требование в Министерстве образования и хорошей для нас адаптации к местным условиям. Но главным предметом, что особенно хочу почерпнуть, и в русских, и в сердцах учебных поведениях, был для нас всех закон Божий. Можно сказать, что весь день шаг за шагом шел от молитвы до молитвы. То есть подъем, институтский храм, общая трапеза, начало и окончание занятий, а в подкасту запровождались молитвой. И первым предметом в своем аттестате, который я хорошо бралю до сих пор, стоит, опять-таки, в закон Божий. Именно так была выстроена иерархия ценностей в системе воспитания и обучения старской руси. По мере сил, ее сохраняли русские и бешенские европейские страны вплоть до Второй мировой войны. Такой подход позволял готовить настоящих русских людей, институтов, котельных институтов, многие, которые родились за границей и никогда не видели Россию, как их в том числе. Нам присущи были и остаются такие человеческие качества, как глубокая вера в Бога, настаивная выручка, самая пересертина и благородство, источник которого один благой Господь. В эмиграции русская школа всегда сильнейшим образом связана с храмом. Помню, во время войны у нас даже в лагере для примещенных лиц оборудовали один парад под храмом, а рядом открыт школу. Следская же вещь русской народной школы, которая в эфире находилась исключительно в мире Министерства народного просвещения, после падения самодержавия перестала существовать народе и совсем заступила в странах беженского рассеяния. Дети и внуки русских беженцев и эмиграторов пошли в общеобразовательные школы и высшие учебные заведения в странах проживания. И чтобы окончательно не потерять национальную и вероисповеренную дистанционистичность, посещаясь воскресно-третьянские школы и приховославный и инославный стеклян. Мои дочки и мучка обучались как в закрытой, так и в открытой крестьянских школах, не так и в государственных, могу абсолютно точно заявить. Западная светская государственная школа переживает глубочайший кризис. Из нее ушли молитвы, уважение к старшим, друг к другу и дисциплина. Поэтому о состоянии на тебе канадской муниципальной школы можно примерно судить по сериалам школы. На первом общероссийском Канаде. То, о чем только мечтает для российского школьника профессор Гай Германи, давно уже происходит с канадскими партнами и девушками. Зачем нам врать их образец? Чтобы окончательно развратить и помудрить русскую молодежь? Прав был мудрящий Константин Петрович Македоносцев. Проведя реформу церковно-певерской школы, он в Верховной поле издал тело народного образования из видения чиновников Министерства народного просвещения. Обер-прокурор святейшего Синода писал в 1895 году в журнале училищного совета. Цитата. На сердце немецких учителей и серьезной педагоградической литературы слышатся жалобы на нравственные одичания немецкого народа, среди которого быстро распространяются бездверие и крайне социалистические и анастические учения. Республиканские школы Франции исключительно изгнаны преподавания закона Божия и вынесены иконы...